Друзья, всем привет! Сегодня 21 ноября. Отмечаем 6 лет годовщины с начала Евромайдана в Украине, который имел просто колоссальные последствия для самой Украины, для мировой политики и, конечно же, имел огромные последствия для Европейского Союза, для России, для Соединенных Штатов. Я хотел бы пару слов сказать по этому поводу. Сегодня Владимир Зеленский написал на своем Фейсбуке довольно-таки пафосное сообщение, что сегодня подшелась революция гидности, борьба людей за права та гидность. Вот такое вот сообщение. Понятно, что сам Зеленский его не писал, это написала пресс-служба. Сам Зеленский никакого отношения к Майдану не имел, в нем участия не принимал, за права людей не боролся. Потому это, знаете, такое протокольное заявление президента на страничке, что просто понравится избирателям. Но это написано абсолютно не от души, не искренне. Тем более, что сам Зеленский, он даже издевался над протестующими шутками во время 95-го квартала, во время Евромайдана. Потому я вообще, знаете, так отношусь к этим постоянным речам Зеленского на Фейсбуке. Ну, он их пишет просто от балды, понятно, что это не он пишет. Да, но сам Зеленский не верит в то, что написано на его Фейсбуке, потому что это совершенно другой человек. Что касается самого Евромайдана, потому что часто спрашивают, поддерживаешь, не поддерживаешь, что там то, то, все, пятое, десятое, очень много мифов. Когда только начался Евромайдан, я сразу же написал, буквально в первый день на форуме дорожного контроля, что ну все, ребята, скоро будем читать историю про руку Обамы, про мировой заговор. В общем, будут веселые истории по премьеру 2004 года, когда был оранжевый Майдан. Собственно, так все и произошло. Началась мифализация Майдана, то есть всякие конспирологические теории, кто это все сделал, кто это все заказал, там проплаченные, не проплаченные. В общем, каждый разрабатывает свою уникальную конспирологическую теорию заговора, и он ее продвигает. То есть, одни говорят, что это американцы это все создали, другие, что это Россия все создала, третье там это все Сорос создал, пятое там такие, ну то есть у каждого свои какие-то. На самом деле, все не так просто, и Майдан, по моему личному глубокому убеждению, изначально не планировался. Причем, что о том, что Майдан вообще сам по себе может возникнуть, я предупреждал власть Януковича еще в январе 2013 года в своей публикации, где четко написал, что в результате тотального беспредела прокуроров, судей и милиции, люди перестанут верить в возможность правового решения проблемы и перейдут к физическому насилию, что, собственно, и произошло. Я не хотел, чтобы Майдан был в Украине вообще, ну сам по себе, потому что я понимал, что это приведет к большим последствиям. Но Майдан был неизбежен в Украине по той простой причине, что власть Януковича настолько начала закручивать гайки в отношении людей, что взрыв общественного негатива был неизбежен рано или поздно. Либо это было бы в 2013 году, либо это было бы в 2014 году. И я уверен на 100% это мое убеждение как человека, что в самом факте появления Майдана виноват Янукович на 100%. Потому что для того, чтобы Майдана не случилось, нельзя было собирать вокруг себя, аккумулировать такое количество противников, людей, которым просто уже не было что терять. На примере моей организации, когда нас просто... Ну началось все с того, что нас начали похищать и избивать. Да, то есть просто в тупую. Начали сжечь автомобили. Потом начали возбуждать уголовные дела. То есть фактически поставили наше существование в Украине на грань такого выживания, ну фактически уничтожения. И вот, а что нам нужно было делать? Нам нужно было склонить голову, сказать, ну все, Янукович, ты нас победил, типа мы самоуничтожимся. Нет, это безусловно была борьба за выживание. Потому что власть конкретно Януковича объявила на нас охоту. Сказала, все, вы наши враги, мы вас уничтожим. Ну хорошо. Также она поступила с разными людьми, с разными группами людей, которые в какой-то момент, в какой-то определенный момент, да, они все объединились и вышли на площадь. То есть для того, чтобы этого не произошло, изначально не нужно было объявлять охоту на людей и преследовать их. Потому что многие люди, которые сейчас смотрят YouTube, которые интересуются политикой, они тогда, ну там, это было 6 лет назад, допустим, кому там сейчас 20 лет, да, там было 14 лет. Да, они, допустим, кто, когда пришел власть Янукович, там было им 8 лет, 10 лет. Они не знают этих времен, они не помнят. Мне тяжело объяснить людям, которым было во времена Януковича 10 лет, да, что было при Януковиче. Потому они просто не понимают, что происходило. А я-то это проживал на собственном опыте, это я-то знаю, что происходило. Потому что сейчас вылазят в телешоу разные деятели времен Януковича, типа Портнова, и рассказывают сладкие истории о том, как они борются за права людей. Но эта лапша на уши очень хорошо ложится, допустим, людям, которым сейчас 19 лет. Да, там, когда был Янукович, когда он пришел к власти, им было 9 лет. Они понятия не имели, кто такой Янукович и Портнов. А вот если бы они тогда походили по судам, пообщались бы с работниками прокуратуры, с работниками милиции, прокурорских, которым давали с администрации президента Януковича валить все иски уголовные, то есть закрывать уголовные дела, если это активист обращается, и возбуждать уголовные дела, если хотят против активиста возбудить левое уголовное дело. Это же люди не знают. То есть это накапливалось все годами. Это значит, накапливалось, накапливалось. Это все вылилось в протест. Да, понимаете, в протест. Безусловно, что в результате этим протестом воспользовались те, кто им воспользовались. Это тоже очевидно, это всегда так было, я это прекрасно осознавал, что им воспользуются, я это предупреждал, потому что когда я уехал, я уехал из Украины 10 декабря 2013 года, когда во-первых начались аресты наших активистов и вообще активистов Евромайдана, я понял, что собственно моя очередь пришла и собственно я буду следующим. К тому же я понимал, что такие люди как я, которые занимались, возглавляли общественную организацию, которые занимались борьбой, имели определенную известность в обществе, что с этими людьми может произойти? Таких людей просто убивают и делают из них сакральную жертву, то есть это может сделать, например, как сама оппозиция, ну например, допустим оппозиция на Майдане, в лице Яценюка Авакова. Они заказывают убийство общественного активиста, допустим меня, ну или другого, неважно, и выдают это за то, что это сделал Янукович. И говорят, что вот ты убил активиста, люди все вау и пошли короче колбасить на баррикады. Или же убивает сам Янукович по приказу и говорит, что это все подстава оппозиции, это они все инсценировали, это они все придумали, это не я, но тем самым они обезглавили, допустим, протест, потому что они свергли лидера. То есть, понимаете, в убийстве, допустим, общественных активистов были заинтересованы в равной степени как самовласть, так и оппозиция. Я понимал, что поскольку я не имею никакого сотрудничества ни с Януковичем, ни с оппозицией, то меня могут убрать и те, и те в равной степени. Я понял, что все, мое время типа пришло, я быстро перебежал границу с Украиной и Польшей, и до мая 2014 года я в Украине не появлялся. Я сначала был в Польше, потом и переместился в США. Собственно, начиная с 10 декабря 2013 года, то есть буквально спустя 20 дней с начала Майдана я уехал из Украины и больше не появлялся, потому что я знал, чем это может для меня закончиться. Это реально было очень опасно. И так поступили и другие мои коллеги-активисты, тоже уехали, кто в Польшу, кто в Литву, то есть там разные страны перемещились, то есть там мало людей осталось из нашей, потому что все понимали, что, собственно, будет попа. Что касается того, кто Майдан вообще этот начал, то есть кому это выгодно, ну, значит, на самом деле, смотрите, говорят, что Майдан там начала Америка, это все Америка, Америка. Если вы откроете новости тех времен, то вы посмотрите, что осенью 2013 года Янукович подписал с компанией «Мишелл» и «Шеврон» о передаче нефтегазовых месторождений американским компаниям. То есть американцам не было выгодно свергать Януковича, поскольку он им передал нефтегазовые месторождения американским компаниям. Зачем? То есть он, в принципе, сделал все, что хотел. То есть то, что они хотели, он сделал. Им не было смысла его свергать абсолютно. То есть Янукович был для Запада абсолютно в этом плане послушный человек. Что касается России, то Россия добилась своего, она запретила Януковичу подписывать договор с ассоциацией с Европейским Союзом и предложила ему 15 миллиардов долларов, 3 ему дали, уже получил он 3 миллиарда долларов, чтобы он не лез в Европу и оставался в таможенном, то есть шел к подписанию таможенного союза с Российской Федерацией. То есть американцы получили газовое место, нефтегазовое месторождение от Януковича, Россия получила от Януковича гарантии невступления в Европейский Союз, ассоциацию и дали ему деньги, чтобы он туда не лез. И, собственно, все были довольны. Но группа людей вышла на Майдан и, в принципе, я был на 100% уверен, что этот Майдан, он закончится ничем. Ну, то есть, да, вышли, поговорили, то есть покричали, сказали, да, Янукович там тварюка, ну и все. В принципе, так заканчивались абсолютно все митинги до этого, которых там были сотни. То есть, ну да, да, покричали, но что дальше? Ну что дальше? Но тут Янукович по непонятной какой-то причине, ну, МВД 30 ноября в ночь с 30 на 31 совершает в 4 часа утра разгон. Там стояло там пару звуков, там 50 человек, 100 человек стояло на Майдане ночью, они спали, там кровавый разгон Беркута. То есть, причем такой жестокий, что, ну, там реально они трощили людей, просто там делали инвалидами. Зачем они это сделали? То есть, кто дал такой приказ? Беркуту. И 1 декабря уже на улице Киева вышли сотни тысяч людей, потому что вот это была последняя капля с того беспредела, которое творила менты Януковича. Потому что все знали на 2013 год, что Беркут это полные беспредельщики, что сколько до этого было постоянно милицейских скандалов в новостях, что постоянно Беркут нападает, там милиция нападает, избивает. И просто люди, когда уже вот это было избиение, это, знаете, стало последней каплей, потому что реально уже тупо достало. Ну, просто достало. И люди уже вышли уже, а просто люди, которые не имеют никакого отношения к протесту, просто вышли на улицы. И с этого уже началась революция. И вместо того, чтобы сразу же открыть уголовные дела, наказать беркутовцев, Янукович начал их награждать. Это еще больше раскрутило маховик, пошли противостояния, ответка, противостояние, ответка. То есть, Янукович делал все возможное, чтобы дальше продолжать раскручивать этот маховик протестов. Важно то, что первыми об этом избиении 30 ноября рассказал телеканал Интер, который принадлежал Фирташу и Левочкину. Казалось бы, сотрудником Левочкина глава администрации президента Януковича. И, собственно, его канал показывает Майдан, то есть этот разгон. И, собственно, вот Интер, с Интера все как бы, вот это, потому что люди, это был первый телеканал в Украине, люди все посмотрели Интер, и, естественно, люди вышли на площадь. То есть, есть теория, что, собственно, олигархи решили свергнуть Яныка. Именно олигархи самого Януковича решили его свергнуть. И, таким образом, они показали сюжет, чтобы спровоцировать людей на акции протеста. Потому что, если бы центральные телеканалы этого не показали, то не было бы такого массового возмущения. Но Интер это показал. Но они, наверное, не учли того факта, что люди уже настолько были возмущены Януковичем, что это превратилось в то, что они вообще всю власть потеряли в стране. Потом, по моему мнению, включились американцы, они увидели, ага, вот такая вот случилась история. Ну, давайте мы тоже в этом примем участие. И они начали уже как бы со своей стороны. Думав, сейчас мы, типа, Яныка тоже скинем в своих интересах. И над этим все наблюдают Путин. И думают, стоп, а чего бы мне не принять участие в этой, в этом феерии, да, типа в этом празднике жизни. Давайте я тоже подключусь к Майдану и тоже подолью маслица в огонь. И, собственно, под эту тему объявим, что Украина это госпереворот и отожмем Крым. Потому что очевидно, что отжатие Крыма, оно планировалось в целом далеко до того, как его отжали, но они ждали удобного момента. И тут этот удобный момент наступил. Пошел Майдан, они сразу же включились, они сразу же объявили, что-то госпереворот, что там радикалы туда-сюда. Потому что, ну, они называли всех майданцев радикалов. Потому что там были и радикалы, и там не было радикалов, там были все люди разные. Но они говорят, что вот нету, что там 1% радикалов, они говорят 100% радикалов. То есть они подавали, что это все радикалы. А раз радикалы, госпереворот, все, отжимаем Крым. То есть они сразу же, наверное, где-то с января 2014 года, они создали этот план, что в феврале месяце они отожмут Крым. Скорее всего, они и направили туда в том числе, то есть, понимаете, есть разные версии, когда снайпера стреляли, кто стрелял, потому что там, скорее всего, все стреляли, понимаете, все стреляли в друг друга, и в результате, собственно, произошло то, что произошло. И понятно, что и Беркут стрелял, и, скорее всего, с другой стороны стреляли, и, скорее всего, там и российские спецслужбы были, что стреляли. То есть, сам стреляли все, кто мог стрелять, понимаете. В итоге, бенефициаром этого Майдана стал Путин, потому что он под эту волынку майдановскую, он отжал Крым. Не было бы Майдана, не было бы Крыма. Но при этом Путин постоянно говорит, что Майдан это плохо, плохо. То есть, он как бы выкрутил эту ситуацию в той степени, что Майдан для него стал поводом отжать Крым, который он хотел отжать, но не было повода это сделать. Потому что, ну, если, допустим, что делать, как ты это жмешь? А то вот есть Майдан, можно отжать. Но при этом он раскритиковал Майдан, чтобы Майдан не произошел в России, потому что Путин очень сильно боится Майдана, повторения Майдана в России. Посмотрите, как он давит акции протеста, потому что он панически боится, что американцы сделают Майдан в Москве и свергнут Путина. Потому для него Майдан это больная тема, он постоянно его... Но в то же время, украинский Майдан стал для него поводом отжать Крым. Хотя, сам же Путин его и подогревал, потому что он, скорее всего, Януковича постоянно провоцировал, что давай, типа, ты их разгоняй, разгоняй, скорее применяй насилие, чтобы раскрутить маховик, чтобы включились уже люди, да, что началась стрельба. Обвинить людей в том, что это госпереворот вооруженный и под эту тему отжать Крым. Потому что, если бы он не провоцировал Януковича на агрессию, не было бы агрессии. А не было бы агрессии, не было бы ответной реакции и не было бы кого обвинять в радикализме. Понимаете, в чем суть? Причем, что самое важное, тот начальник Беркута, который руководил избиением студентов 30 ноября, это Кусюк, начальник Беркута Киева. Он сейчас где работает? Он работает начальником ОМОНа в Москве. То есть, понимаете, возникает вопрос, а не давал ли указание российские спецслужбы начальнику Беркута избивать студентов 30 ноября для того, чтобы закрутить маховик насилия в Украине. И спровоцировать бойню, чтобы под эту бойню потом отжать Крым. Потому что, вот говорят, это все американцы спланировали. Окей, кто спровоцировал вообще Майдан? То есть, вот именно Майдан, который стал революцией. Спровоцировал Беркут 30 ноября, избив студентов. Кто руководил избиением студентов? Начальник Беркута Киева, Кусюк. Где Кусюк сейчас работает? Он работает начальником ОМОНа в Москве. То есть, если Кусюк выполнял указ американцев, избивая студентов, то почему он стал начальником ОМОНа в Москве, а не начальником полиции в Нью-Йорке, например? То есть, ну, логика, да, в чем? То есть, я прихожу к выводу, что изначально вот эти акции насилия со стороны милиции были именно совершены по указанию России Путина через Януковича. А Янукович, как тупой валенок, вместо того, чтобы догадаться, что его сейчас раскручивают, он это слушал, типа, давайте задавим, задавим. Он думал, что он, типа, выполняет эти... То есть, он как Путин его наузкивал, да, типа, ты там давай, Беркут, подключай, мочи этих протестантов. А Янукович, ну, конечно, сейчас, типа, мы их задавим, и типа, митинг закончится. Но он не понимал, что он еще хуже этим делает. Не надо было насилие делать. Если бы он ничего не сделал, Майдан бы распался. Нельзя было спровоцировать людей выйти на улицы в таком массовом порядке, если бы не было разгона изначального. Потому говорить о том, что вот это все Америка сделала, это все Россия сделала, это все то, то, то сделала, бессмысленно. Потому что, на самом деле, в Майдане включились и американцы, и Россия, и олигархи, и Сорос включился, и включились какие-то местные интересы, да, то есть местных олигархов, которые хотели тоже какую-то свою рыбку поймать. И это все включилось в одно и закрутилось месиво. Понимаете, в чем суть? Потому правду о Майдане вы, на самом деле, в принципе, вряд ли услышите, потому что никто из сегодняшних олигархов, правителей не расскажет вам правду, потому что каждый в нем, в этом Майдане принимал участие и ловил свою мутную рыбку. Я, на самом деле, это понял, что сразу так оно и будет, почему я и уехал, потому что я понимал, чем это все закончится. Я сразу же увидел, куда это все идет, чему это все клонится, потому я тупо уехал из Украины, и, как видите, слава богу, я остался жив, потому что я был уверен, что меня завалят. Завалят, и на этом все закончится. Потому что я не работал ни на Россию, ни на Сороса, ни на Америку, ни на Януковича. Я был сам по себе, и моя организация была абсолютно независимая. Нас там приписывают, вы там то. Нет, мы абсолютно были независимые. И когда, собственно, начался Майдан, я ходил тогда по штабам уже оппозиции, я видел, что вот как люди, которые там недавно, ну, они работали на грантах, получали гранты, они уже от Сороса, они уже там штабак сидят, уже там начинаются какие-то мутки, да, а нас никто туда не приглашал. То есть мы для них были как чужаки. То есть мы вот, наша команда, наши активисты для них были чужаками. Понимаете, они как бы от нас сторонились. Причем, ну, понятное дело, что мы были против Януковича. Янукович, понятно, что мы были в оппозиции, но и оппозиция к Януковичу от нас типа сторонилась. Нас не хотели там с нами как-то работать. Мы вообще были сами, знаете, как самодеятельностью занимались. Вот, потому я когда увидел, что творится полный беспредел, я такой, ну, все понятно, ребята, типа, я отъезжаю. Потому говорить о Майдане, хорошо ли это, плохо, какие-то конспирологические версии разрабатывать можно, но всегда нужно искать фактаж, да, то есть, что происходило, восстановить хронологию событий, то есть по дням, по часам, кто что делал, куда что делал, чему это привело, кому это было выгодно. И тогда можно примерно себе выстроить какую-то картину событий. Они выдумывают какие-то конспирологические теории, что вот это одна сторона, ну, поверьте, там все принимали в этом участие. Хорошо ли это, плохо, но, понимаете, нельзя вот судить, хорошо ли это, плохо. Майдан был неизбежен, потому что акции протеста были неизбежны, потому что Янукович проповедовал репрессивную политику. Майдан, Майдан, можно было, не допустить возникновения Майдана можно было одним простым способом. Не репрессировать людей в Украине, то есть не натравливать их против себя, не озлоблять людей, понимаете. Не озлоблять, потому если, допустим, на площадь выходит там 100 человек, но они покричат и разойдутся. А если на площадь выходит миллион человек, они уже никуда не разойдутся. И, безусловно, что Янукович фактически всю свою политику делал все, чтобы натравливать людей против себя. И я предупреждал Януковича, что так оно и будет, что ты доиграешься. Нельзя так делать. Вот, потому самый простой рецепт, чтобы не было никакого Майдана, чтобы государство жило мирно, это просто не заниматься преследованием людей. То есть, если, допустим, какой-то человек занимается расследованием коррупции, там МВД, прокуратуре, судах, реши проблему с коррупцией, уволь коррупционера, накажи его. Но если ты начнешь похищать, избивать того, кто борется с коррупцией, сажать по тюрьмам, жечь машины, то ты просто этого человека сделаешь своим лютым врагом. А когда таких лютых врагов становятся десятки тысяч и миллионы, когда это общество начинает, видите, подключаться к этому, то Майдан неизбежен, понимаете, он просто неизбежен. Потому простой рецепт – не заниматься преследованием людей. Если есть коррупция, решайте коррупцию. Восстанавливайте справедливость. И не будет никаких Байданов.